МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на Орент-ТВ. В студии Александр Жарков. Сегодня в выпуске. 16-ти этажку хотят снести до 1 ноября, а Атриум изъять у собственника. Нефтяники в Бузулукском Бару не планируют использовать новые технологии. Об этом говорили в программе «Круглый стол». А Александр Криволапов встретился с известным режиссером. О съемках фильма в Оренбургской области расскажем сегодня в программе. Итак, начнем. До 1 ноября 12-ти этажку в центре города планируют демонтировать. Сегодня об этом рассказал глава города Дмитрий Кулагин. Удивительным образом достигнуты все договоренности с собственником объекта. Даже и представить трудно центр Оренбурга. Без этого недостроя. Техника приехала на место, проводится исследование объекта. И, вероятно, скоро начнутся работы по демонтажу. Называются приблизительные сроки. Предварительно проговорили сроки. Понятно, что все будет зависеть от технического решения. Потому что это не просто так, разобрать такую махину. И это сложное инженерное решение, по большому счету. Но предварительно сроки были установлены такие. Планируется, что до 1 ноября основные работы по демонтажу здания должны быть проведены. Подчеркну, что это сроки такие достаточно плавающие. Потому что, когда уже непосредственно начнутся практические работы, сейчас идет подготовительная работа, там, возможно, подвижка по срокам. Но плюс-минус, я думаю, что там принципиальной подвижки не будет. То есть, чтобы до зимнего сезона постараться 16-этажкой проститься, благоустроить, ну как это, заровнять, что называется, территорию. Знаменитый недострой Оренбурга, 16-этажка, еще на стадии постройки, был проблемным объектом. Об этом на записи программы «Эхо недели» рассказал Александр Агафонов, который занимал пост главного архитектора города с 1980 по 1990 годы. И о том, что зданию 45 лет, можно говорить с натяжкой. В 1974 году был только фундамент. Но она здоровилась действительно очень медленно. Заказчик Оренбург-Газпром, ему это здание как бы навязали. Так он относился по прокладце и финансировал очень плохо. В этом здании должны быть сосредоточены все проектные организации. Ну, отдали бы проектным или нет, сейчас очень сложно сказать, но это было, видимо, кодовое такое название. На протяжении, вот я стал главным архитектором в 1980 году, по-моему, если не изменяет мне память, строился только шестой или седьмой этаж. Она стала шестнадцатой этажкой где-то примерно в 1988 году. История шестнадцатиэтажки о том, когда здание все же могло заработать и что этому помешало. Александр Агафонов также высказал мнение по поводу нынешних методов строительства, о ключевых ошибках и что из себя представляют современные архитекторы. Программа «Эхо недели» выйдет в эфир завтра в 18.00. И продолжает тему шестнадцатиэтажки, она же двенадцатиэтажка. Остается тайной, как удалось решить вопрос с собственником. До сих пор этого сделать не могли, несмотря на то, что какие-то предпосылки были как при Чернышове, так и при Берге. В десятом году, когда бывший губернатор Алексей Чернышов просил депутатов ЗАГСОВа проголосовать за выделение денег для демонтажа, в двенадцатом году, когда недострой выставляли на торги, на просьбу рассказать подробности переговоров с собственниками сейчас и передачу ее листу, глава города ответил, что не владеет такой информацией. Подробностями переговоров я не владею. Я не владею. То есть в данном случае для меня, если честно, и не рвался-то особенно их изучать, эти подробности. Потому что в данном случае, и собственник, кстати, с которым велись переговоры, живой и здоровый, я с ним разговаривал, я там знаю, что вокруг этого здания целая эпопея развивалась, действительно. К сожалению, там и люди гибли, и падали, и убийство там было, потому что это просто уже в гадюшник превратилось это здание. Подробностями не владею, мне интересен результат. Не буду вас обманывать. Поэтому зачем неправду говорить? Отметим. Дмитрий Кулагин заявил, что с предвыборной кампанией связывать решение о демонтаже не стоит. Вероятно, и Атриум не имеет к этому отношения. Кулагин рассказал, с этим недостроем также будет решен вопрос. Яма на Советской, задекорированная пешеходной плиткой представляет реальную опасность для жителей Оренбурга. Провалы этим летом лишь подтвердили слова Кулагина. Латать дыры муниципалитету пришлось своими силами и за свой счет. Собственник Атриума, компания Западно-Абдулина, не исполняет свои обязательства как по содержанию недостроя, так и финансовые. Арендные платежи в городскую казну за использование земли не поступают. Это и стало основанием для начала процедуры отъема земельного участка в собственность города. Было принято решение проработать вопрос в законном порядке изъятия недостроенного объекта, изъятия в муниципалитет и в суд обращаться будет именно администрация города Оренбурга для дальнейшего решения судьбы Атриума. Что будет с Атриумом дальше, я тоже не спешу забегать вперед. Скажу, что варианты здесь возможны самые разные, начиная от привлечения инвестора и достраивания этого объекта. Мне кажется, это вопрос достаточно сложным на данном экономическом этапе. Возможно, это использование имеющихся площадей, допустим, для подземной парковки. И еще о предложениях, которые прозвучали в последнее время. Парка на Гагарина не будет. Об этом официально заявили сегодня. Некоторое время назад звучала мысль, что неплохо бы на месте снесенных двухэтажных аварийных домов разбить городской парк. Но от этой затеи отказались. Нецелесообразно. Да и предназначение этой земли – застройка. Правда, пока точно неизвестно, будет ли это жилая застройка или возведены бизнес и торговые центры. Однако полноценная прогулочная зона все же будет построена, пообещал глава. От 70-го дома на Чкалово, более известного как Китайская стена, до Национальной деревни хотят построить полноценный бульвар. Такая затея, по мнению Дмитрия Кулагина, актуальна, учитывая, что улица одна из основных в городе. И здесь должны быть современные здания и место для прогулок. А теперь к другим новостям. На железной дороге выросло количество ДТП. В Оренбургской области на Южно-Уральской ЖД произошло три аварии. С начала года на этой дороге в общем было зарегистрировано 493 нарушения. В 12 из которых машины столкнулись с поездами. Дорожники напоминают, что автомобилисты, которые не соблюдают правила, на переездах подвергают опасности не только своей жизни, но и жизни машинистов и пассажиров поездов. О других происшествиях далее в рубрике «Ориентировка». Почти 4 миллиона рублей изъяли из игровых клубов. В пяти неживых помещениях областного центра накрыли незаконные игровые заведения, которые работали с января 2018 года. При обыске обнаружили 152 комплекта оборудования и 3 миллиона 900 тысяч рублей. Задержаны 32 и 33-летние оренбуржцы. В их домах были найдены документы, судя по которым они причастны к подпольной игровой деятельности. Следственным управлением Следственного комитета России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная организация и проведение азартных игр. Максимальное наказание – лишение свободы до 6 лет. 8 человек были спасены во время пожара. Возгорание произошло накануне в четырехэтажке на улице Кобозева. Очаг находился на балконе. Задымление было настолько сильным, что пришлось эвакуировать 8 человек, среди которых было трое детей. Все тушили в течение часа. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания предстоит выяснить. Встреча лоб в лоб. Серьезная авария произошла на Новотроицком шоссе. Столкнулись отечественная «девятка» и «Пежо». Автомобили получили значительные механические повреждения. К сожалению, потребовалась помощь медиков. Водители обоих авто получили травмы. Мужчин отправили в больницу. На месте работают полицейские, детали выясняются. Сейчас короткая реклама. Не переключайтесь. Мы продолжаем выпуск. Третья картина на Оренбургской земле. Известный такими фильмами, как «Холодное лето 53-го», «Русский бунт», «Трио». Две последние снимались у нас. Режиссер Александр Прошкин снимает новое кино «Сарматы». Площадки развернулись под Солилецком, в Саракташе, в поселке Боевая гора, с мэтром отечественного кино встретился Александр Криволапов. Александр Прошкин открыл тайну и признался, что идея нового фильма подсказал ему наш земляк, в прошлом руководитель газовой отрасли, российский премьер-министр Виктор Черномырдин. Премьер-министр Посольство, мы с ним часа четыре посидели, поговорили обо всем, об Оренбурже, который я очень люблю. И вот он мне сказал, что, понимаешь, вот этот бум с нефтью, с газом, это же все проходящее. За землю будут драться. Вот главное богатство – земля и вода. Я через много лет не вспомнил, это и решил снять вот такую историю про то, как вот, в общем, люди борются за землю. Причем здесь Сарматов, потому что одна из героиней этого фильма – археолог, который здесь раскапывает могилы Сарматов. Поскольку, значит, они теряют отца, умирает их отец, чтобы сохранить землю, они решают на этой земле сделать такой Сарматский лагерь-музей. Ну, устраивают всякий пиар, там обращаются к телевидению, там, значит, интернет. И таким образом уже, как бы, они защищаются, чтобы у них не отняли землю. Не просят было в Москве снять, там декорации поставить, чем везти всю съемочную огромную группу сюда. В Москве всегда снять сложнее гораздо, в Москве красоты-то такой нет. Где в Москве степи? В Москве вообще, я за всю свою жизнь, я снял очень много картин. Я никогда не снимаю в Москве. Я даже Москву снимал в Питере и в Ярославле, потому что в Москве снимать невозможно. Это дурдом. За что я люблю Оренбуржье, за здесь какая-то своя порода людей. Вот какие-то другие люди, степняки. По-другому относятся к природе, друг друг, какая-то есть широта и в то же время твердость. Нет этой московской столичной суеты. Вот это пространство здесь необходимо, поэтому здесь. В главных ролях кто? Две главные женские роли. Это Карина Андоленко и Марина Васильева. Главной мужской роли, если можно назвать, так сказать, главной, потому что в основном это все-таки женская история, мой любимый Витя Сухоруков, с которым мы сняли уже несколько картин. У нас очень много местных людей, у нас актеры Оренбургского театра, у нас совсем молодые актрисы, которые только что вот закончили, значит, вот институт в Оренбурге. Мужиков ищем таких, казачков, казаков. Говорит. Ищем, да, таких настоящих, потому что, вот как-то это не очень актеры могут отсекать, нужно подлинных, достоверных. Одним из таких стал Радик Смаков. В обычной жизни пекарь, а сегодня актер, исполнитель роли кузнеца. Год назад я просто зашел в драмтеатр, оставил анкету, сделал фотографию и даже не ожидал, если честно, что мне предложат эту роль. Просто вот... Удачи. Да, как вот с неба свалилось. Тяжело, конечно же, выживаться. Кузнец, ну, по сценарию Кузнец помогает девушкам организовывать их лагерь сарматский. Они делают у него заказ, заказ мечей. Будет ли успех картина? Вряд государственной премии СССР многочисленных гран-при кинофестивалей народный артист России, режиссер и сценарист Александр Прошкин отвечает честно. Сарматы не побьют рекорда холодного лета 53-го. Я вам точно скажу, что нет. Потому что зритель изменился, зритель другой. Понимаете, холодное лето, это был... Он был чемпион проката. И это, так сказать, эта картина совпала с кем-то изменением в жизни страны. Она совпала с ощущением народа. Сейчас все хотят только одно – развлекаться, веселиться. И поэтому я не задумываюсь на эту тему. У нее будет свой зритель, наверное. Ну, будем надеяться. Вы знаете, я не думаю о зрителе. Если честно говорить, Когда начинаешь рассчитывать под зрителя, чтобы зритель пришел, то получается ерунда. Нужно делать честную историю, которая тебе близка, нравится, волнует. И тогда, глядишь, это еще кого-то и взволнует. Съемочная группа в Оренбурге пробудет месяц. 19 августа на площадку приедет народный артист России Виктор Сухоруков. Добывать нефть в Бузулукском бару будут по старинке. Никаких новых обещанных технологий использоваться не будет. Об этом нам сегодня рассказал Александр Чебелев, академик Российской академии наук, вице-президент Русского географического общества. Недавно он вернулся из Бузулука, где встречался с представителями нового потока, нефтяной компании, которая ведет разработку месторождений в национальном парке. Программа «Круглый стол» уже вышла в нашем эфире, а сейчас покажем небольшой фрагмент. Наши руководители, руководители области, руководители компании, имеются для этого документы, видеозаписи, объявили, что добыча нефти будет вестись нефтенной территории щадящим способом. Извне бора, наклонно, горизонтально показывали на чертежах. И президент компании об этом сказал, и руководители области. И два года наши средства массовой информации областные активно поддерживали деятельность нового потока. Я сам на себе это испытал, когда доступ, ну, моё мнение не спрашивали. Потому что я говорил, что это сделать невозможно. Могу сказать, что сейчас с теми технологиями, которые владеют наши нефтяники, заходить в Бор нельзя. Сейчас идет ликвидация скважинного фонда аварийных. А она идет? Вы же там бываете в Бор? Идет, идет. Ряд скважин ликвидированы, переликвидированы, законсервированы. Этот процесс идет. Но параллельно ведется подготовка к добыче нефти. То есть эти скважины мы ликвидируем, а новые скважины, созданные по такой же технологии, будут нести новую угрозу Базлухскому фонду. Вот еще раз, это внутри. То есть это не там, где уже заканчивается лес. Внутри Бора. Не по той схеме, как раньше. Да, то обещали, что обещание. Они и в фильме, вот в известном фильме, там можете посмотреть, президент компании говорит о том, что мы будут заходить извне, и наши руководители области, это не соблюдается. В программе «Круглый стол» говорили и об Урале. Чистить русло бесполезно. Спасти реку может только большой паводок, который, как показывают прошлые десятилетия, обязательно придет, по мнению Александра Чебелева. Подробнее обо всем этом вы можете узнать, посмотрев программу «Круглый стол». Она уже вышла в нашем эфире, но полная версия доступна на канале в YouTube, Орин ТВ онлайн, а также в официальных группах Орин ТВ в социальных сетях. Не по пути оказалось сегодня таксисту с пассажиром. Ремонт на улице Максима Горького вновь доставляет неудобства автомобилистам, и на что стоит обратить внимание горожанам, чтобы не быть обманутыми. Обо всем подробнее смотрите в рубрике «Дежурный по городу». У таксиста с пассажиром оказались разные пути. Об этом рассказал Александр. Собираясь утром на работу, он вызвал такси через сервис «Яндекс». Диспетчер назначил белую «Ладу Весту» с номером Х-787ТО. Машина должна была приехать через 3 минуты. Водитель почему-то начал уточнять адрес назначения, и это при том, что он указывается при заказе, а потом и вовсе выдал, что с пассажиром ему не по пути. Машинист держал заказ еще 9 минут, а Александр в это время не мог вызвать другую машину. Хочется обратиться к тем, кто пользуется данным онлайн-сервисом. Будьте внимательны при заказе такси, запомните номер машины Х-787ТО. Вдруг попадется этот же самый автомобиль, и вам окажется с ним не по пути. Из-за отключения светофора затруднено движение. Во время ремонта на улице Максима Горького у водителей стали часто возникать проблемы с проездом. Приходится пользоваться иными путями объезда. Так, например, открыли встречное движение по Чечерину, и все бы ничего, но отключили светофор на пересечении этой улицы с Ленинской. И теперь водителям, которые пытаются проехать перекресток, приходится либо очень долго ждать, либо в наглую выезжать на дорогу. Управление, которое должно отвечать за безопасность на дорогах, нам ответили, что светофор отключали не они, а сделал подрядчик, который осуществляет ремонт. И как теперь быть горожаном, никто не знает. И в конце важная информация. На улицах города участились случаи, когда подростки ходят с ящиками для сбора средств, якобы на лечение нуждающимся. Ребята даже называют фонд, волонтерами которого они являются. Но многие недоверчивые горожане проверяют, а существуют ли такие фонды на самом деле. И нередко оказывается, что некоторых из организаций вовсе не бывает. Мы, конечно, не утверждаем, что каждый из волонтеров мошенник, но призываем вас быть внимательны и не попадаться на уловки нечистых на руку людей. На этом у нас все. Делитесь своими новостями с дежурным по городу. Мы ждем ваших звонков. Они возводят города. Во второе воскресенье августа традиционно отмечается День строителя. Своим появлением праздник обязан Никите Хрущеву, который был восхищен строительством Жигулевской ГЭС, что в итоге привело к указу Президиума Верховного Совета СССР. 12 августа 1956 года страна впервые отметила профессиональный праздник работников строительной отрасли. После распада СССР традиции отмечать праздник во второе воскресенье августа сохранилось. В последние десятилетия строительство стало локомотивом развития экономики. Оренбург преобразился на глазах. Профессия строителя была и остается одной из самых престижных, почитаемых и востребованных. Строительство всегда ассоциируется со словом созидания. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем строителя. Желаю вам перспективных идей, новых проектов, мирного неба над головой, здоровья, семейного благополучия, успехов и процветания. С праздником! В высотке растут, как грибы, строятся детские сады, школа, спортивные объекты. Оренбург последние годы преобразился и в этом есть большая заслуга проектировщиков. У альянса проектировщиков и строителей Оренбуржья двойной праздник. В этом году организация отмечает 10-летний юбилей. Сколько за эти годы было спроектировано, построено, они уже сбились со счета. Сотни тысяч проектов, то есть все, что в Оренбургской области проектируется, это все делают наши проектировщики. То есть и детские сады, и школы, и все, все это проекты, они сейчас становятся уже типовыми. Именно в Оренбургской области мы уже на рынке 10 лет вместе с альянсом строителей. За это время удалось добиться стабильности, то есть у нас устоявшиеся коллективы и мы уверенно смотрим будущее. Мы также присоединяемся к поздравлениям. На этом новости наши заканчиваются. До встречи в эфире Оренбург.